Всем привет! Это очередной выпуск программы Олега Раш на канале Абосс ТВ со своей версией итогов недели. Ну чё, поехали! Часть вторая! Итак, песенный конкурс европейского уровня ценой в 30 лямов евро уже на низком старте. Правда, многие узнали о его приближении только после того, как столичные власти полностью перекрыли движение в центре Киева. Не вздыхай, так надо. Ой, ну надо так надо. Да после того, как разгорелся большой скандал, в кавычках, вокруг арки дружбы народу. Её с подачи киевской горгосадминистрации решили превратить в радугу. Кое-кто тут же узрел в этом грязные намёки. Новоявленная радуга тут же стала камнем преткновения для разбора. И, само собой, поводом для съёмок десятка сюжетов на ТВ, посиделок в студии, интерактивных опросов и т.д. и т.п. А у нас-то всё нормально, но определённая часть индивидуумов с явно воспалённым воображением и обострённым желанием хоть кому-нибудь дать в морду, шибко возбудилась. Причиной стала вот эта конструкция, которая месяц назад выглядела так, а сегодня выглядит вот так. Казалось бы, ну, просто арку дружбы народов решили покрасить цвета радуги и придать ей новый вид. Но не тут-то было. Непонятно откуда нарисовавшиеся активисты со словами... ПИДАРГИ! А они заполонили планету! ПИДАРГИ ВЕЗДЕ! Попытались остановить процесс раскраски той самой арки. А дальше началось. На место событий приехали съёмочные группы, в телестудиях, на полном серьёзе стали обсуждать вопрос, считать ли радугу над Киевом демонстрацией лояльности к ЛГБТ-сообществу, аль нет? Ха, бред! Конечно, бред! Ну, примерно в этом духе общество и отреагировало на инициативу обсудить данный вопрос. Ну, потому как для подавляющего большинства радуга — это просто радуга. Ну, естественно, нашлись и неадекватные. Их мнение в отношении радуги тут же растиражировали все СМИ. И ДАРАСЫ! И СЕРТОХНИ! Как результат, у, мягко говоря, недоброжелателей Украины появилась классная телекартинка. Телекартинка, которая как бы неназойливо давала обывателю понять, Евровидение 2017 сразу же стартовало со скандала. И это только начало. В общем, не устану повторять. Отечественное министерство пропаганды на примере освещения подготовки к Евровидению 2017 на мировом уровне в тысячу первый раз показалось всему миру, как не надо работать и как при желании можно облажаться там, где, казалось бы, сделать это попросту нереально. Облажаться, само собой, во главе со своим бессмертным руководителем. Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Не, ну теперь, само собой, все будут открещиваться. Самые продвинутые будут бубнеть, что это тактика такая. Но все на самом деле все прекрасно понимают. Впрочем, еще теплится надежда, что рано или поздно таки будет проведен аудит, и реальные цифры, отмытые на фестивале, таки будут оглашены. Посчитаем. А пока, пока наши импортные спонсоры, у которых мы набрались кредитов по самой неболойся, и которым должны кучу денег, искосо поглядывают на весь этот аттракцион и, как бы про себя, хитро прищуривая сторону Киева, произносят. Ну и, само собой, прикидывают, а стоит ли впредь материально помогать этой воюющей стране, на фронтах которой ежедневно грохочет артиллерия, часть граждан которой, цепляясь за жизнь, переселилась из квартир в подвалы, а по разбитым дорогам которой во всех направлениях уже не первый год медленно ползут катафалки с надписью «Груз-200». Только в наше захолустье за это время 26 гробов пришло, Артём 26, Груз-200 называется. А по всей стране что делается? И в это время чиновники фестиваля, походя спуская миллион ради того, чтобы сделать селфи. Селфи на фоне праздничка, на которой большинство ее же страны налогоплательщиков попросту, ну, не может себе позволить приехать. Но при этом, как бы в насмешку из-за всех репродукторов, безумолку продолжает звучать. Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Не, никто не спорит. Никто не спорит, что праздники нужны. В том числе и в фестивале международного уровня. Просто иногда, глядя на происходящее со стороны, как-то на уровне подсознания, нет-нет, да и всплывает знакомая с детства сценка из фильма о жизни циркового закулиссия. Когда испуганного гуттаперчевого мальчика, злой тролль, заставлял изображать счастье и радость, поднимая его на веревочке все выше и выше под купол. Делай веселой улыбка. Вот так. Ну, как-то так. А в общем и целом, все нормально. Сейчас следим за выборами во Франции. Ну, во всяком случае, в теле ящике эта тема одна из ключевых. С чьей-то легкой подачи было решено, что дальнейшая судьба нашей страны зависит от того, кто победит у них. Липен или Макрон. И зритель в это поверил. Поверил, что Макрон это хорошо, а Липен это часть заговора. Мирового заговора. Это заговор. Заговор против меня и Франции. Я спасу тебя, Франция! Потом будут выборы в Германии. Для нас это тоже очень важно. Ну, потом еще где-нибудь. В общем, будем болеть везде за наших. Да вы что все охренели, что ли? Не надо так нервничать. Список наших, ну, правильных импортных пацанов, за которых надо болеть, вот-вот оформится. Минстез работает над этим день и ночь. Правда, чаще всего не угадывают, но это так мелочи. Главное ж не результат, а сам процесс. Ну и, само собой, негласно поставленная цель. А цель банальна. Чем больше народ думает о большой политике, ну, так сказать, мыслит в глобальном масштабе, чем больше обсуждает события, о которых он знает только благодаря телеящику, причем делает это правильно. Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Тем меньше он, ну, тот самый народ, обращает внимание на собственноручно вскормленных жуликов, которые, к слову, четко обозначили свою стратегию на перспективу. Опять же, в глобальном масштабе, увязав ее с теми самыми международными процессами. Скоро я соберу всех джиннов вместе, и наступит величайший всемирный облом. Главное, просто и понятно. Обывателю вообще такое нравится. Главное, не облажаться и сроки реализации. Того самого глобального плана в попыхах не назвать. Ну, чтоб конфуза не вышла, как обычно. Побольше общих фраз и искреннего оптимизма. Обыватель такое любит. Так главное, жди и надейся. Я надеюсь. Надеюсь. Слышишь? Обязательно. Я надеюсь. Надеюсь и жди. Ладно, впереди длинные выходные. Скоро увидимся. Это был очередной выпуск программы. Алё, гараж на канале Абосс ТВ. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ